Выездное голосование. Для тех, кто не смог самостоятельно прийти на избирательный участок, члены комиссии выезжали на дом. Как происходил процесс голосования, расскажем в нашем сюжете. По состоянию здоровья с этим основанием проводится выездное голосование. Для начала нам секретарь нашей избирательной комиссии выдает выписку из ведомости, то есть фамилия има отчества, адрес, по которому должны отправиться. И перечень адресов. Выдает нам, согласно этой ведомости, столько бюллетеней, столько заявлений. Акт, если бюллетень испорчен, вдруг нужно будет написать акт, выдает нам. Мы все это складываем и едем к избирателю. Состав выездной комиссии, представитель силовых структур, члены избиркома и наблюдатели от кандидатов в президенты. Вы не против, если мы за вас заполним заявление о том, что мы к вам приехали, что вы делали вызов и выдачу бюллетень? Заполняется это заявление после проверки паспорта и в случае соответствия данных выдается избирательный бюллетень. После выдачи бюллетеня все присутствующие отворачиваются, чтобы не нарушить тайну голосования. Затем избиратель собственноручно бросает бюллетень в урну. Конечно, долг наш. А кто же должен? Народ должен выбирать. Например, если избирателя, подавшего заявление на выездное голосование, не оказалось дома, это фиксируется в соответствующем акте. Акт опишется о поступивших заявлениях, сколько выдано бюллетеней, сколько возвращено обратно. Неиспользованные бюллетени возвращаются обратно в сейф, в присутствии всех наблюдателей участка. Ирина Полесик, Алина Герасимчук, Александр Чебан. Первый Приднестровский. Продолжение следует.